Зубастая империалистическая машина Я не моргая следил за подвигами бравых парней в звездно-полосатых плавках Я, как и многие мои сверстники, не учитывал один факт В случае неизбежной войны все эти славные парни отправятся к нам И вовсе не с гуманитарными сникерсами, а с весьма конкретной целью Воздвинуть полосатые знамена на нашими могилами Во множестве этих геройских фильмов мы показаны именно как враги Или же как неотесанные балуаны, отсталые во всех пониманиях И вот это повод задуматься Задуматься о бюджетном, но эффективном снаряжении для граждан Несущих нелегкую службу в партизанских отрядах Первым делом собираем инфракрасную подсветку Такое излучение не видно человеческому глазу Что позволяет скрыть работу прибора от противника Я буду использовать инфракрасные светодиоды с длиной волны 850 нанометров Других я не нашел, но имею в виду, что 940 нанометров значительно круче Ибо их работа совершенно не видна В отличие от 850-х Свечение которых все-таки слегка заметно Первым делом я приступил к созданию нечто напоминающего прототип Дабы в целом проверить работу светодиода И понять, какая из доступных мне камер видит данный спектр излучения Прикол в том, мой маленький партизан Что на большинстве бытовых камер Включая и ту, что в твоем мобильном телефоне Имеют инфракрасный фильтр Дабы и твои салфачи и фото котиков выглядели няшно Поэтому для данного проекта нам пригодится Либо самая дешевая камера Либо дорогая заморская с отключаемым инфракрасным фильтром В противном случае работать не будет Хочу напомнить О том, что светодиоды всегда подключаются через токоограничивающий резистор В моем случае напряжение составляет 5 вольт И резисторов 220 Ом более чем достаточно Но это не точно Итак, наша батарея собрана Пришло время задуматься над корпусом Поворачав в руках различную хрень Подходящую, на мой взгляд, на роль корпуса Я сделал единственное верное решение И купил готовый фонарь Лишний полтинник не сделает проект менее колхозным Однако сохранит время и нервы К тому же, помимо корпуса, мы получаем еще и отражатель Не сложно догадаться, что фонарь нам придется разобрать Демонтируем имеющуюся плату вместе со светодиодами Нам она не подходит, ибо используемые нами светодиоды в разы больше Насчет крепления наших светодиодов Запариваться я не стал Взял суперклей и тупо приклеил к отражателю Итак, клей засох, продолжаем Все минусовые ножки скручиваем в одну и спаиваем После чего откусываем ненужное Затем нам нужно укоротить ножки у резисторов И припаять к плюсовым контактам светодиодов На каждую лапку диода по одному резистору Резисторы, как я и говорил ранее, 220 Ом Для пущей надежности я предпочитаю Натянуть на каждый резистор по термоусадке Если вы понимаете, о чем я Могу дать совет Обжимать термоусадку газовой горелкой Не самая хорошая затея Ну вот, мы, собственно, и на финишной прямой Паяем провода к нашему, так сказать, плафону Который, в свою очередь, припаиваем к выключателю И к батарейному отсеку Допустить ошибку на данном этапе Может только истинный чемпион Ну и, естественно, собираем корпус обратно Желательно без лишних запчастей Ну не такой уж и колхоз получился Стильно, модно, молодежно Моя экшн-камера воспринимает данное излучение странно Вроде его и видно, вроде и не очень Так или иначе, это не тот эффект, который нам нужен Для получения желаемого результата Я буду использовать самую поганую экшн-камеру С одного из известного китайского сайта Который я планирую разместить В картонные очки виртуальной реальности Сделанные по чертежам Google Данная камера настолько дешманская Что ни о каких фильтрах там идти и речи не может Это как раз тот случай, когда настолько плохо Что хорошо Прорезаем отверстие для того, чтобы монтировать камеру Да, наш прибор ночного видения будет одноглазым Отлично, камера установлена Теперь закрепим наш фонарь на двусторонний скотч Нету лучшего обезжиривателя, чем волосатая рука Да, хай-тек, ёпта Итак, что же у нас получилось в итоге? А получилось более чем круто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА